Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет Meizu M3 Note. Вот это надпись есть Meizu. Многие из вас, наверно, скажут, что блин, да эту хрень уже обозревали... Да все, наверно, кому не лень. Но это будет даже больше не обзор, а мнение о данном гаджете после определенного его использования. Видео будет состоять из двух частей. Первая, естественно, мы посмотрим, что за комплектация, что там, значит, как он выглядит и что у нас внутри. Вторая часть видео будет уже после недельной эксплуатации этого телефона. И вот по второй части видео мы уже поговорим поконкретнее. Я уже скажу свое личное мнение по поводу данного телефона, попользовавшись, блин, попользовавшись примерно полторой недели. Может быть неделя, может полторы. Сколько хватит терпения на данный телефон? Понравится ли он мне вообще? Хрен его знает. Но давайте приступим. В посылке у нас был переходник на наши розетки, на нормальные круглые розетки. Какой-то чехольчик силиконовый с надписью по-китайски Meizu 3M3 Note. И вот такое вот чудо. Упаковано хорошо. Упаковка хорошая, качественная, напоминает чем-то Эппловскую продукцию. Вот такой вот удобный язычок для того, чтобы достать наш смартфончик. Смартфон выглядит следующим образом. То есть он у нас заклеен всякими полиэтиленовыми пакетиками. Здесь еще матовая такая транспортировочная пленочка. Так, мы его давайте включим, пусть включается и посмотрим, что там дальше. Включается, хоть нет? Включается. Надпись Meizu пошла. Так, у нас здесь вот такая вот скрепка, которой мы будем доставать наши сим-карты. Да, кстати, я уже заранее говорю, здесь можно использовать 2 сим-карты, либо сим-карта с флешкой. И обычная комплектация без наушников, то есть у нас здесь обычный проводок, не Type-C. И, собственно, вот такая вот маленькая зарядочка с надписью Meizu, куда будем вот так вот, собственно, прицеплять наш переходничок. Я предлагаю сейчас поснимать нафиг все эти пакетики и посмотреть на него более детально. Вот таким вот образом он у нас выглядит без всяких пакетиков, довольно приятный на ощупь, хороший металл, чем-то напоминает айфончик. Чем-то, да, вот, вот, да, да, да. Так, что, собственно, по экрану. Экран сглаженный, такой тоже 2,5D, по-моему, да, называется это все дело. Ну, в общем-то, приятно. Тактильно, очень хорошее покрытие. Я не знаю, как быстро оно сотрется. Чего у нас слева? Слева у нас лоток под 2 сим-карты, либо, как я уже сказал, под сим-карту и флешку. Сверху разъем для наушников и микрофончик. Справа у нас кнопка выключения-включения, качелька громкости, снизу разъем под USB, динамик и микрофон. Либо микрофон и динамик, не знаю, что из них что. Морда у нас на 5,5 дюймов. Экран большой, не знаю, будет ли мне удобно после айфона 6, где 4,7, пользоваться вот этим вот телефоном. Ну, довольно, хочу сказать, первое впечатление нормально. То есть в руке хорошо, такой прохладненький, хороший, да. Ну, осталось только неделю его поюзать и посмотреть, как он будет себя вести. Потому что многие говорят, что Android очень сильно тормозит. Но у меня были тоже до этого аж тести, они тоже тупили, блин, через некоторое время. Давайте посмотрим, что будет дальше. Поюзал я этот смартфон примерно неделю, может чуть больше, может 7 дней. И вот, что мне здесь приглянулось. Приглянулось, мне здесь приглянулся хороший экран и огромная батарейка. Реально, 4000 мА, это круто. В моем смартфоне, айфоне, по-моему, 1800 и вот 1800 здесь. То есть даже меньше с учетом вот такого вот кейса батарейки. А мне он нужен. С тем условием, что я каждый день отвечаю на вопросы подписчиков. Постоянно переписываюсь в ВК, на Ютюбе. И все вот, то есть я постоянно роюсь, у меня здесь интернет орет просто круглосуточно. И мне даже с учетом вот этой батарейки не хватало, реально не хватало айфона. Я не говорю, что просто голый айфон я заряжал 2-3 раза в день. Поэтому, собственно, я приобрел эту штуку. Но вернемся к Meizu. Здесь 4000 мА. Его мне хватает на сутки реально. То есть телефон, в котором... Так, вот так, авиарежим. Пишут очень много, блин. Поэтому я и говорю, батарейка садится очень быстро. С этим смартфоном я ходил целые сутки, и он у меня не разряжался так глухо. Но, есть и минус. За ночь он у меня примерно разряжался на 7-8%, просто лежит. Когда этот телефон разряжался на 1-2%. То есть 7-8% за ночь, за 8-6 часов, что-то просто лежание, как говорится, ничего не делание. Это что-то какая-то фигня. Возможно, просто неоткалиброванная батарейка. Возможно. Что по поводу характеристик. Характеристики вы сейчас увидите на экране. Но, я к этим всем делам, вообще, с синтетическим тестом отношусь так, двояко. Почему? Потому что даже взять те же самые iPhone 5 с 1 гигабайтом оперативки и т.п. Даже здесь, по-моему, 1 гигабайт, если не ошибаюсь. А может и 2. Не важно. Работают очень хорошо и оптимизировано. Вот здесь та же самая телега. Да, этот смартфон 3.32. Есть два варианта. 2.16 и 3.32. Пробовал оба. И тактильно я не определил вообще, где какой. То есть, визуально они были настроены одинаково. И я брал, пользовался 3.32 и 2.16. Никак я не ощутил, что какой-то из них тормозит или работает быстрее. Памяти, да, вам хватит просто, чтобы большое количество приложений держать в памяти, это хорошо. И объем памяти, которую вы будете забивать всякими фотографиями, видюхами или, не знаю, музыкой. Может, музыкой. А музыке попозже. Да, кстати, я совсем забыл сказать, пока я тусил с этим телефоном, мне еще из Китая пришел вот такой вот чехольчик. Чехол очень хороший, очень прорезиненный такой, знаете, хороший кант. То есть, вот так вы положили телефон, и он не будет касаться стеклом. Все, то есть, вы можете елозить, елозится кант, стекло не царапается, а стекло хорошее. Ну, чехол вот такой вот, типа машинной шины. Шина-машина. И он прикольно еще вот так может делать, вот так, раз. И, пожалуйста, вы можете смотреть любимый Ютубчик. Что по поводу экрана. Экран здесь хороший, цвета хорошие, яркие. Не такие яркие, как на Самсунга, что аж вырви глаз, там такие сочные, прямо очень такие. Но я не любитель таких цветов, я любитель больше натуральных. И вот здесь, вот здесь классно, мне все понравилось. По поводу воспроизведения видео. В 4К он притормаживает, он не тянет 4К. Я поигрался в игрушки. В игрушки типа Асфальта, Мортал Комбат, еще какие-то там, не помню, что-то пострелялкам. Типа Модерн Комбат, правильно, я не знаю, я просто в игры не играю. Ну, более-менее, все видеоролики будут как раз таки прикреплены здесь, в этом обзоре. И вы спокойно увидите, как он работает с игрушками. Едем дальше. Что по поводу эргономики. Этот телефон, имея батарейку в 4000, не намного толще iPhone 6. Зацените. iPhone 6 и Meizu M3 Note. То есть здесь я могу одной рукой использовать телефон, но здесь тоже можно. Сейчас я про это расскажу. Что по поводу ассистив тач. На айфоне такая же штука есть. Тапнув два раза по кнопке Home, мы спускаем пол экрана нашего, чтобы мы могли спокойно пальцем попасть куда нам надо. В ту же самую камеру и тому подобное. Как же реализовано это здесь? Есть такая штучка, ассистив тач, которая находится точно так же в айфоне. Такая вот маленькая пыптик. Маленькая пыптик. Маленький пыптик. По которому точно так же мы два раза тапаем и у нас экран спускается. Получается, что проблема управления одной рукой решается маленькой штучкой типа ассистив тач. Молодцы, хорошо придумали. Телефон, как я уже сказал, можно использовать с двумя сим-картами, либо с сим-картой и флешкой. Делается это очень просто. Сюда вставляется две нано-сим-карты, либо сим-карта и маленькая вот сюда микро-SD. Это очень удобно, это классно. Я считаю, что вот этого порой не хватает в айфоне. Кто-то скажет, что в айфоне это не нужно, но лично мое мнение, что порой такая штука нужна. Для любителей пощупать, потрогать, это все прям подойдет в масть. Телефон из хорошего алюминия. Хороший, действительно, хорошо лежит. Вот эти 2.5D, так называемые, сглаженные края. Великолепные, просто, реально. Управление на уровне, мне очень понравилось. Кнопочка Touch ID или как она, Smart Touch называется, как на айфоне. Тоже по вашему отпечатку он разблокируется. Здесь же работает, мне показалось, даже быстрее порой, чем на айфоне. Штука работает идеально, я 10 раз из 10 нажимал, мне все работало. Я видел пару обзоров, там люди как-то делали, что она криво, видать, пальцем как-то клали. И ничего-то не работало все. У меня все прекрасно работает, причем все пальцы проверял, все работают. Что касается памяти, здесь все прекрасно. То есть памяти хватает на то, чтобы держать в голове у этого смартфона то положение. То есть вот там, где вы были в игре. Если вы переключились, допустим, посмотрели почту, либо ютубчик что-нибудь, вы возвращаетесь в игру, она заново игру не запускает. Вот это круто! Он идет, запуск с того момента, где вы просто нажали на паузу. Ну вот я, допустим, сейчас в асфальте нахожусь, да, и... Тихо, 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 а, блин, куда? Так, вот я находился в асфальте, я переключаюсь на ютуб, на свой канал, и там вообще на главную, все спокойно. То есть я переключаюсь дальше, допустим, на ту же самую, в настройки, и я нахожусь в настройках. Опять я переключаюсь на асфальт. И я нахожусь в том же самом месте, где я нажал на паузу. Это круто! Что касается очистки памяти. Купертиновцы, возьмите на заметку. Вот такая маленькая-маленькая иконка. Закрыть все. Нажимается, и абсолютно все приложения закрываются. Почему по сей день Apple это не внедрило в свои смартфоны, неизвестно. Хрень очень удобная. Ребята из Meizu сделали это, и это очень удобно. Что касается музыки. Звучание этого смартфона не отличается особыми, там знаете, красками. Вот, допустим, на iPhone мне больше нравится, как звучит динамик, когда я смотрю YouTube, и там какие-нибудь игрули там играю, еще что-то. Ну, в принципе, для этой цены звучание более чем хорошее. Звучание и в принципе в динамике хорошее, и динамики внешним хорошее. И послушав музыку, конечно, это не Apple, конечно же. Здесь не такой хороший музыкальный чип, или от чего это в принципе там зависит, но звучание не особо крутое. Я слушал и на AirPods от iPhone, и слушал на Behringer, и слушал на Sennheiser, или там Sennheiser, как они правильно называются эти наушники. Не так, конечно, круто, как слушается на iPhone. Вся та же музыка, собственно. Ну, за эту цену, ребят, запоминаем, да, все то, что мы перечисляем, за эту цену это более чем хорошо. Что касается камеры. Здесь камера не особо плохая, но нет такой стабилизации, как в iPhone 6 и даже 5. То есть 5S по камере делает его. Это бесспорно, это видно. Вы увидите сравнение камер с шестерки, и вот, значит, Meizu M3 Note. Здесь нет стабилизации, и видно сразу подергивание. То есть, когда идешь, вот эти все подергивания, они видны. Видны прямо отчетливо. Здесь же стоит микро стабилизация, которая все эти подергивания убирает. Это круто, мне нравится. Когда снимаешь iPhone, прям все четенько и классно. Менее чем за 200$ вы получаете смартфон с более-менее хорошей камерой в 13 Мп, которая даже и макро умеет снимать, и хорошая фокусировка, и все педали. Все видеопримеры вы, конечно же, увидите, и вам будет есть чем сравнить. Будет есть с чем сравнить? Вам будет с чем сравнить. Вот. Теперь давайте пройдемся по минусам. Лично для меня минусом было то, что здесь как-то странно за ночь разряжается аккумулятор. То есть, ну, 8-7%, и при том, что я сплю-то мало, я сплю 6-5 часов. А если бы как нормальный человек, то, скорее всего, вся десятка бы уходила за ночь. То есть, вот это для меня интересной загадкой осталось. Но я все равно потом на ночь вставил его, и он мне всю ночь заряжался. Минус то, что здесь не Type-C. Хотя за такую цену Type-C, ну, как-то это больше придирка, а не минус. При всей скорости работы внутри самого смартфона, он прекрасно работает в интернете, прекрасно все прогружает в YouTube, кроме 4К. Он хорошо работает с GPS, то есть, как навигатор можно использовать. Все великолепно! Но почему-то в играх он тормозит. То есть, реально, асфальт у меня тормозил. По дергиванию, вы сами это все прекрасно увидите. У своего друга я брал Xiaomi Redmi 3, по-моему, называется он. Тоже вот из такого же сегмента. У него, знаете, еще вот здесь, с этой стороны, у него тот же самый Touch ID. Или как он там, Smart Touch называется. Он быстрее работает. И реально в игрушках он дергает вот этот телефон. Но! Этот телефон визуально и тактильно мне больше нравится. Вот с этими заглаженными краями, все. То есть, тот, действительно, такой дебиловый телефон. Все с прямым экраном, все. То есть, он, по-моему, даже чуть потолще. И он работает побыстрее, и игрушки он тянет лучше. Если что касается управления в меню, это все, как говорится, они одинаковые. Но игры этот не тянет очень хорошо. И минусом, лично для меня, как для человека, снимающего всякие видосы, это... Камера. Основная камера, она... Снимает нормально, но нету стабилизации. Для меня это очень важно. Это уже лично мое мнение. И вообще, в принципе, весь обзор, это мое мнение по поводу данного телефона. За неделю он мне понравился. И вердикт такой, что за эти деньги это стоящий аппарат, безусловно. Разницы между 3.32 и 2.16 тактильно я не ощутил. То есть я держал их оба, я даже не видел, как они не отличаются визуально. И я не мог определить, где 2.16 и 3.32. То есть никак. То есть, юзаю, значит, мне потом раз, опять перетасовали. На, попробуй. Одинаковые, абсолютно. То есть, просто объем памяти вам позволяет больше приложук держать в памяти телефона. И объем ваших, как говорится, медиа данных. И из минусов я хочу сказать вот следующее. Расположение кнопок. Блин, постоянно, когда я пытался разблокировать, я вечно то убавлял, то происходило следующее. Происходило следующее, я делал долбанный скриншот. Причем эта хрень происходит в легкую, вот таком вот чехле. Тут особо они не выпирают, и ты нажимаешь, и оно все щелкает за тебя. То есть здесь особого удобства нету. Лучше бы они перевели, вот как на айфоне, вот сюда. Но это лично, опять же, мое мнение. Может быть это не минус, может это моя придирка. Но как-то мне это не зашло. Ну и минусом, либо эта придирка, опять же... Вот опять, я, блин, хочу заблокировать. Во! Минусом или придиркой является то, что нету в комплекте наушников. Ну, хочется послушать музычку, а нет наушников. Приходится отдельно покупать. Ну, за эту цену... Да, нормальный аппарат, стоящий. Ну и ссылки, конечно, и на чехол, и на сам телефон. Будет в описании у продавца. Продавец вроде проверенный, но зараза! Я его попросил выслать, значит, грей, чтобы морда была черная. Но он мне сказал, все будет хорошо, а выслал вот белый. На что я очень сильно обиделся, потому что хотелось... Вот такого цвета, черненького. Он еще и пообещал положить стекло защитное. Положил только этот силиконовый тоненький чехол, который нахрен не нужен. Вот, вот чехол, настоящий, нормальный. Продавец, в принципе, неплохой. То есть, с глобальной прошивкой уже присылает аппараты. Все плеймаркеты, вся фигня, все тут есть, ничего не вылетает. Все нормально, русифицировано, великолепная прошивка. Минус то, что он немножко не ответственно отнесся к моему заказу. То, что я хотел, я не получил. Аппарат хороший, аппарат рабочий, все. Но я хотел себе с черной мордой и с серым задником. Ну как-то так. Ну... Минус тебе за это. Минус, да. Вот, собственно, весь обзор или даже видео мнение по поводу этого телефона. Ну, я считаю, что хороший аппарат. А что думаете вы по поводу этого телефона? Стоит ли он своих денег? Или может быть что-то получше можно сейчас найти за эти деньги? Пишем в комментариях. Ну и давайте приступим к проспоку. Чё нам там? Саня Ленина. Да вот в таком вот пакетике нам пришел. Нам пришел. Ну вот. Максимально близко. Макро режим. Рыбы. Чик. И все. Фокус сработал. Так. Это вот съемка фронтальной камеры Meizu M3 Note. Сейчас вы видите запись с смартфона M3 Note. И айфончик шестой. То есть вы отчетливо видите разницу красок и разницу, собственно, стабилизации. То есть о чем я и говорю, что в Meizu M3 Note у него нет никакой стабилизации, которая есть в айфоне. Музыка. 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 Музыка.